Приветствую вас! Сегодня мы с вами займемся стопой. Стопа – это наш фундамент, и очень важно ей заниматься, и очень странно не уделять ей время, если мы хотим с вами ровную осанку, безболезненные суставы и при этом хорошее самочувствие. Вот здесь где-то останется ссылка на миофасциальный релиз стопы. Сегодня же я хочу с вами поработать без оборудования, потому что многие мне пишут, у меня нет мячика, что же тогда делать со стопой, у меня нет оборудования. На самом деле все можно сделать абсолютно мануально, и вот сидя дома, даже на коврике, на полу, можно сделать много упражнений, которые позволят вам увеличить и подвижность, и функциональность стопы, и сделать массаж, да, акупунктурный. Поэтому сегодня мы этим с вами займемся. Нам понадобятся с вами руки, коврик и ваша инициативность. Давайте мы с вами начнем с работы стопы. И мы захватываем с вами пальцами, прям каждый пальчик вот так вот, всю стопу, зажимаем и начинаем мягко, вот так покажу, и мы начинаем мягко крутить стопу сначала в сгибании и разгибании, хорошо сдавливая между пальцами, потому что пальцы у нас вообще слипшиеся, особенно с такой обувью, которая вообще не анатомична. И вот это ощущение того, что пальцы врозь, они должны быть. Нечасто, точнее, нередко я вам говорю в своих комплексах о том, что растопырьте пальцы, почувствуйте опору во все пальцы, вы должны стоять на основании пальцев, да, а не отрывать пальцы. Так вот, для того, чтобы их чувствовать, с ними надо работать, да, как минимум мы должны нервной системе дать понять, с чем мы работаем. Поэтому вот такой массаж, если вы делаете, допустим, балансовых много упражнений, либо вы много бегаете, ходите по дорожке, занимаетесь каким-то кроссфитом в кроссовках, да, для того, чтобы у вас было больше понимания для нервной системы, как, с чем вы работаете, а опора на стопу – это основа, да, любого вообще физической, любой физической активности. Соответственно, вам нужно дать понять нервной системе, с чем вы будете работать. И мы начинаем разминку вот с этого. Дальше мы зажимаем пальцы и начинаем крутить всю стопу. Вот здесь прям круговые движения в голеностопном суставе. Мы точно так зажимаем пальцы, но при этом вращаем весь голеностоп. Голеностоп полностью расслаблен. Вы можете это делать на стуле, да, сидя на стуле, закинуть ногу и вот таким вот движением сделать круговое движение. Сейчас у меня цепляется периодически за пол, но ничего, в принципе, в этом страшного нет. Отлично. Дальше мы с вами берем противоположной рукой, загибаем пальцы и начинаем простукивать все основание пальцев. Прямо вот кончиками пальцев мягко-мягко простукиваем. Отлично. Простукиваем точно так же всю внешний край, это латеральный тяж. Он, как правило, у нас очень жесткий, поэтому к нему тоже большое внимание. Супер. И простукиваем пятку, потому что это основание нашей стопы, да, на ней мы стоим. То есть мы не простукиваем только внутренний свод, там, где у нас, если нет плоскостопия, и нет соприкасания с поверхностью. Отлично. Сейчас мы с вами то же самое проделаем с другой ногой, а потом начнем делать упражнение. Итак, мы захватываем гребенчато наши пальцы и начинаем сгибать и разгибать голеностоп, хорошо сжимая пальцы. Прямо не бойтесь этого движения, не бойтесь загибать пальцы. Самое главное это то, что вы чувствуете. Если вы чувствуете, что у вас искра из глаз, ну, конечно, надо уменьшить нагрузку. Если вы чувствуете, что вы ничего не чувствуете, покрутите по-другому, да. Здесь нету никаких-то болезненных ощущений, особенно если есть хорошая подвижность, но при этом вы должны все равно сами ориентироваться на то, как вы чувствуете это движение. Никто за вас не сможет, даже если с вами будет рядом стоять тренер, никто не сможет сказать, вот, ты вот сейчас это чувствуешь. Только вы сможете сказать тренеру, вот, я это чувствую, я это не чувствую, да. Давайте по кругу точно так же. Хорошее движение в коленостопе. Давайте вы мне еще в комментариях напишите, пожалуйста, кто-нибудь вообще стопами занимается или нет. Вы знаете, что от стоп зависит формирование вашей осанки, потому что если один слот стопы падает, то за ним падает крыло тазобедренного тазовой кости, соответственно, асимметрия в тазобедренных происходит. И дальше идет сколиотический тип осанки, да. Поэтому функциональность стопы, вообще работа со стопой очень важна. Замечательно. Дальше мы сгибаем одноименной рукой пальцы и противоположной начинаем простукивать сначала основание пальцев. Дальше латеральный тяж. Если у вас от одного касания происходят вот мурашки, что вам очень щекотно, это говорит о том, что фасциальные ткани очень сильно укорочены. Ну, в плане, они сами по себе укорочены быть не могут, но у вас такая чувствительность из-за того, что там очень-очень возбуждены нервные рецепторы, да. Те, кто не чувствует никакой щекотки, значит, у них с увлажнением фасциальных тканей и вообще с движением межслойным мышечным и фасциальным все отлично. Так что имейте в виду. Если вы боитесь щекотки, вам надо чуть больше времени уделять работе со стопой и с фасци в целом. Давайте пяточную кость простукаем. Отлично. Вытягиваем ноги и сейчас мы их сгибаем. Ваша задача сейчас будет перекатываться хорошо на пятки, дальше через внешний край на мизинец, поднимая таз на большой палец. С пятки высоко поднимать не нужно. То же самое обратно. И раз, два, три. Прям гипермобильно, гипертрофировано заворачиваем стопу на внешний край. Это биомеханика походки, да. Мы всегда идем через внешний край, через хорошее косолапое положение. Поэтому здесь вот мы, пожалуйста, вы, пожалуйста, тренируйте это движение. И еще. Отлично. Опустили стопы. Теперь у нас основание пальцев на полу и мы поднимаем только пальцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Зафиксируем. Пальцы хорошо. Вот сейчас посмотрите, у нас основание стопы на полу. Пальцы подняты и мы растопыриваем их. Вот у меня большой палец никак не хочет растопыриваться в разные стороны вот в сгибании. Хотя сгибание у него шикарное, как видите. Расслабили. Снова подняли и растопырили в разные стороны. И расслабили. И еще. Подняли, растопырили в разные стороны. Сейчас, если не получается растопырить, мы делаем это идеомоторно. Представляем, что пальцы во все стороны растопырены. Когда-нибудь мозг допрет, дойдет до него. Как это сделать на мышечном уровне? Опустили, подняли. И сейчас мы с вами будем с мизинца опускать. Мизинец безымянный, средний, указательный, большой. Наверх. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. Последний. Восемь. Отлично. Одну ногу поставьте в удобное положение. Вторую ногу сократите. И мы сейчас пальцами будем хорошо загибать наши пальцы. Это будет механическое воздействие. Поэтому, пожалуйста, не делайте себе больно. Просто почувствуйте, что ваши пальцы двигаются. Что здесь мне очень важно. Мы будем загибать пальцы, а потом пальцами сдерживать. И с сопротивлением обратно выталкивать пальцами пальцы рук. Тавтология. В общем, нам нужно мышечное напряжение. Просто пассивное сгибание абсолютно бесполезно для нашего мозга, нервной системы в целом. Поэтому мы туда пальцами сжали, обратно с сопротивлением разжимаем. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. И семь, и восемь. Супер! Давайте сделаем то же самое с другой стороной. Мы с вами начинаем сжимать пальцы и мышечно сжимать. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, последний, восемь. Классно! Теперь мы с вами поработаем над функциональностью стопы. Для этого нам надо с вами приподняться. И вот в этом положении, когда у нас пятки немножко оторваны от пола, поработает с мышцами голени. Мы перекатываемся назад до ощущения того, что мы можем пятки поставить вниз. И возвращаемся обратно. У меня очень плохо с тыльным сгибанием стопы. Я уже это не раз говорила. На самом деле, сейчас я с ним вообще не работаю. Потому что у меня приоритеты – это выступление по пилону. Соответственно, там нужно как раз другую сторону стопу разгибать. Поэтому на меня не смотрите. Если у кого-то легко ставятся пятки на пол, значит, мы просто поднимаем их и хорошо опускаем. Опускаем, поднимаем и опускаем. У кого как у меня, мы с вами колени сгибаем, вперед тянем. И пятки на пол опускаем. Колени вперед. И пятки в пол. И еще. И пятки в пол. Класс! Хорошо! И из этого положения сейчас мы с вами поделаем еще одно движение. Мы будем тянуться с вами в сторону и вниз, и возвращаться обратно. Снова перешли на внешний край, ушли, пятку к полу потянули и возвращаемся. И раз. И два. И три. Вот правая стопа более мобильна, чем левая. Четыре. Пять. Шесть. По последнему разу. Семь. Восемь. Класс! Теперь мы встанем с вами на четыре точки опоры. И сейчас мы с вами сделаем упражнение, натягивая уголь на стоп и сокращая. Это будет заключительное упражнение. И раз. Надавили на пальцы. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Здорово! Вот такой небольшой комплекс я вам предлагаю сделать, если вы будете на постоянной основе делать либо миофасциальный релиз. Даже если у вас нет мячика, у всех есть пищевая пленка, фольга, ну что-то типа такого, втулка какая-нибудь, да. А на кухне ей тоже прекрасно можно промассажировать все на стопе, да. Не обязательно иметь именно мячик. И вот если вы будете перед сном разминать, как мы делали в начале видео, вот так вот свою стопу, да, это будет, во-первых, разгружать ее, во-вторых, у вас будет улучшаться кровообращение. Если вы будете работать над погибанием пальцев, у вас не будет расти косточка, потому что косточка растет только если ваши стопы ползут во внешнюю часть. Таким образом увеличивается площадь опоры. Наше тело не дурак. Оно понимает, что если у нас уменьшается площадь опоры, смещаются как бы пальцы, значит, надо сделать так, чтобы опоры хватало для того, чтобы мы не упали. Поэтому если вы хотите не иметь таких недугов, пожалуйста, занимайтесь профилактикой. Также я напоминаю, что у меня есть курс «Спина про здоровье», в котором есть упражнение на стоп, потому что это неотъемлемая часть нашей осанки. А также если у вас есть конкретные проблемы с деформацией стоп, есть курс стопы. Он такой практический и теоретический. Там я и рассказываю про стопы, и говорю, как должно оно работать в походке. Естественно, даю практический материал, небольшие короткие уроки по 20 минут, которые можно выполнять, которые делают вашу стопу намного функциональнее. Там большой доступ, по-моему, 6 месяцев. То есть за эти 6 месяцев вы кардинально сможете поработать со стопой и точно увидеть улучшение. Так что, пожалуйста, берегите себя, занимайтесь собой и оставайтесь на моем канале. Всем пока!